Всем привет дорогие друзья, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Настя и в преддверии новогодних праздников сегодня мы с вами посетим очень удивительный магазин под названием Squirrel. Находится он по адресу город Минск, улица Петра Мстиславца 11, торговый центр, Данамол, первый этаж. Но перед тем как я начну рассказывать историю о этом магазине, о этой невероятной посуде, я просто не могла смолчать о том, что со мной произошло в этом магазине. И я действительно очень надеюсь, что вы как-то отклеитесь своими отзывами, что вообще вы будете думать по этому поводу. Сейчас когда вы посмотрите немножечко этот видеоролик, поймете, что магазин супер дорогой и это вам не зарахом. В общем-то здесь в магазине было очень мало посетителей, в районе 2-3 человек, кто-то уходил, кто-то заходил. В общем-то я спокойно снимала свой видеообзор, никто ко мне не приставал, я никому не мешала, все было отлично. Консультантов тоже было 3 человека, 2 на кассе и 1 был в зале. В общем-то я сняла свой обзор и конечно же решила подойти к консультанту, говорю, здравствуйте, я вас снимала видеообзор, не могли бы вы немножко рассказать о своей компании и почему цены такие дорогие, небюджетные. На что лицо консультанта девушки жестко меняется и на меня просто с повышенным тоном. Это дорого для вас? Вы считаете это дорого? Тарелка. Я просто стою такая в шоке, не понимаю, что, чего. Тарелка за 500 рублей? Ну как бы да, она красивая, но мало кто на стране может действительно позволить себе в дом купить эту тарелку. Я понимаю, может какие-то рестораны могут купить, я не знаю, люди, у которых зарплата по 4-5 тысяч там, они зарабатывают, вполне можно купить на подарок, но я, как обычный посетитель, вполне я могу спросить, почему такие цены и немножечко рассказать мне о истории магазина, какие вы здесь используются материалы, что здесь такого уникального. Я действительно пришла не брать у девушки интервью бесплатное на полчаса, но по крайней мере 5 минут времени, как асетап магазина, мне могли спокойно уделить. Что происходит дальше? Я говорю, ну да, посуда не бюджетная, но вы можете немного рассказать о магазине? Буквально за 10 секунд девушка рассказывает, что, как вы не можете знать такой магазин, который известен в Европе, как вы не можете, почему вы, грубо говоря, такая необразованная, ну то есть, наверное, на меня посмотрели, как будто я мартышка из Беларуси, кроме нашего Кристалла и Немана, я больше ничего не знаю, но действительно, в такие магазины я как бы раньше не заходила, понимала, что как бы моя зарплата такого не позволит, но сейчас как бы я снимаю видеообзоры, почему бы не зайти и не посмотреть. Я говорю, ну, можете еще немножко рассказать, пожалуйста, что за материалы? Она за 10 секунд дальше мне рассказывает, что вот магазин открыт в таком-то году, это семейная компания, такой-то, такой-то материал, естественно, даже при своей хорошей памяти я ничего не поняла, ничего не запомнила, потому что было просто рассказано мне, как тут вся информация, как какая-то скороговорка. Стою чешу репу, не понимаю, о чем мне делать, потому что девушка реально со мной некорректно разговаривает, хотя я человек очень доброжелательный, как бы я поздоровалась, все. Я говорю, ну, хорошо, интернет-магазин есть у вас, я тогда лучше на сайте прочитаю. Да, можете там в Инстаграме найти, в этом сами прочитайте, сами все узнаете. Ну и все, мы на этом разошлись, я, естественно, ее поблагодарил туда-сюда, разошлись. Но я считаю, что действительно столько некорректно было высказано человеку, то есть на повышенном тоне, как вы не можете знать, такой, извините меня, супер-мега-популярный магазин в Европе, ну, блин, ну не знаю, но вы как консультант-то можете нормально объяснить, в чем проблема, почему нужно повышать тон, как бы я аж вас не отвлекаю, людей нету, никому не мешаю. По итогу весь наш разговор длился в течение 30 секунд, и мне было супер-неприятно, потому что магазин дорогой, мне кажется, в таких магазинах, извините меня, продавцы должны чуть ли не жопу вылизывать людям, рассказать, потому что я вот на самом деле в этом магазине хотела купить одну очень красивенькую чашечку, которая мне понравилась, она идет с хаски, там 38 или сколько она рублей стоила, и после такого разговора с консультантом, мне просто отбило всякое желание, мне хотелось оттуда выйти и больше как бы в этот магазин не заходить, потому что действительно ситуация реально неприятная. В итоге, вот посмотрите, вот эта вот кружечка, сейчас будет показана именно с хаски, очень она мне понравилась. В итоге я написала своей подруге, которая работает более 10 лет в этой сфере, она работала в разных магазинах, и брендовая одежда, и в общем-то и косметика, и сейчас она вот в отделе техники. Спрашиваю, ну так и так вот, считаешь, что нормально? Говорят, ну естественно, не нормально, в каждой компании есть свои какие-то нормы общения с клиентом. Как это могли тебя так отшить? Вообще, почему ты не подошла к другому, не к консультанту, не спросила, почему с тобой так разговаривают? Я говорю, я просто не хочу ругаться, я не такой человек, но по крайней мере, в своем видеоблоге я могу высказать вам это мнение, вот эту всю ситуацию, потому что вы, как и я, обычный покупатель, можете зайти в этот магазин, и вас также пошут, грубо говоря, на три буквы. Делайте, что хотите, смотрите сами эту посуду, не нравится, типа, идите. Вот и все отношения. Ладно, дорогие друзья, я немного высказалась. Конечно, мне будет очень интересно выслушать вас, что вы думаете по поводу таких консультантов, считаете ли вы приемлемым такое отношение к себе. И сейчас я немножечко расскажу вообще о самой компании, о самом магазине. Итак, группа Squirrel была образована в Минске в 1994 году, и сегодня компания включает в себя полноценное отделение в 14 городах Белоруссии и России. Профессиональный подход к ведению бизнеса позволил не только достичь успеха в области итальянской плитки и натурального камня, ну а также отдать и развивать новые направления бизнеса, как элитная сантехника, мебель, европейская посуда премиум-класса, а также строительной химии. И сегодня мы затронем в отдел посуды. Расскажу о компании, которая здесь представлена на полочках этого магазина. Значит, посуда Велерой-эн-Бог. В 1748 году в самом центре Европе Фон Сао-Бог и трое его сыновей основали маленькую гончарную мастерскую. Бывший оружейник и кузнец Бог не мог даже себе представить, что его маленькая затея превратится в самую известную в своей отрасли международную компанию. Сегодня посуда Велерой-Бог это воплощение лучших европейских традиций, соединяющая в себе исключительно французский дизайн и немецкую скрупулезность. Посуды Велерой-эн-Бог пользуются императорские семьи. Она не только присутствует на столах Папы Римского и многих великих королевских семей. Теперь же жители Вены, Парижа, Лондона и Минска и сотен других городов мира могут также насладиться изысканной посудой. В итоге я вам рассказал только одну историю одной очень известной компании, которая представлена на полочках этого магазина. Здесь также можно приобрести и другую продукцию от очень известных брендов. Возможно, о них мы поговорим в следующих выпусках, если, конечно, еще осмели зайти в этот магазин. Но, конечно же, ситуация была крайне неприятная, поэтому, дорогие друзья, конечно же, будьте аккуратны. Надеюсь, вы не будете нарываться на таких вот результатах, как со мной произошла эта ситуация. А я потихоньку буду с вами уже прощаться. Обязательно досматривайте видео до конца. Также не забывайте подписываться на мой канал. У меня очень много интересных обзоров. Скоро у нас предстоящие праздники. Будем ходить по магазинам, выбирать подарочки. Будем что-то смотреть новенькое. Итак, всем до скорой встречи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok